Уважаемые весы, всем доброго времени суток! Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ТОРО прогноз на неделю с 29 января по 4 февраля. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня будем просматривать? Общие характеристики всей этой недели. Все, что может касаться дома, семьи, взаимоотношений, также вашей работы и возможных доходов. Рассматриваем также долги и кредиты для тех, для кого это важно. Внешний мир в отношении вас, любая информация, на которую расклад делает акцент. Смотрим, что в скрытых факторах, подводим итоги этой недели. Также расклад покажет, какими могут быть выходные дни и будет еще одна карта дополнительного совета или форс-мажора. Хотя сам по себе расклад – это уже одна большая информационная подсказка. Сейчас традиционно загадать можете картам один вопрос желания. И та карта, которую я достану, самый последний, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Работать мы с вами сегодня будем на колоде Таро Альфонса Мухи, а помогать нам будет Оракул Золотые Мечты Ленорман. Колода полностью готова и я приступаю к выкладке. Уважаемые весы, все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению. На момент просмотра я вижу, что есть очень много мелких хлопот, очень много из-за чего-то нервов по мелочам, но в то же время я вижу, что вы пытаетесь очень многое сделать, как будто бы все и сразу возлагаете на свои собственные плечи и пытаетесь выполнять сразу много важных задач. Расклад начинается с замечательной карты Туза Монет. Это говорит о том, что уже в начале этой недели в вашу жизнь входят хорошие благоприятные возможности, которые вы сможете использовать для себя во благо. И эти возможности могут заключаться в чем угодно. Прежде всего, эта карта материальная и она может показывать любые хорошие финансовые возможности. Возможно, в отношении вас поступают какие-то хорошие предложения. Может быть, это ваши идеи по работе, по заработку, которые вы могли бы реализовать и которые могли бы быть интересны другим людям. Этот аркан может говорить о том, что вы в чем-то начинаете стартовать или что-то начинаете с начала этого периода делать, но все идет по плану и даже немножечко лучше. То есть карта предвещает везение и удачу. Но это могут быть и любые другие блага, которые может давать вам жизнь. Какая-то хорошая, полезная для вас информация, чья-то дружба, чье-то участие в вашей жизни и даже подарки. Может быть, вы обдумываете то, чтобы кому-то сделать подарочек. Но, возможно, кто-то думает о том, чтобы такой же подарок или сюрприз сделать для вас. Тем более, что последующая выпла карта старшего аркана солнышка, которая может показывать какой-то праздник или празднование торжественных событий. Может быть, у кого-то намечается и подарок будет к месту. И туз монет также говорит о том, что уже в начале этого периода к вам могут поступать не только финансовые возможности, но и доход. И если у вас есть серьезные планы на эту неделю, то лучше этими вопросами заниматься с начала недели. Благоприятными будут понедельник, вторник. И среда тоже может быть благоприятной. Вторая половина недели, все-таки, даже, правильнее сказать, середина недели. В чем-то может быть напряжение или могут быть задержки. Но с начала периода и в конце недели однозначно все должно развиваться очень даже неплохо. Карта солнышка выпла на входящие события для вас. И она может показывать дом, семью, ваших самых родных и близких людей, о которых вы думаете. И помимо работы, карьеры, доходов, конечно, семья для вас очень важна. Все то, что происходит в доме. И эта карта говорит о том, что вы стараетесь для кого-то, для тех, кого любите. Но кто-то из ваших близких вам будет отвечать взаимностью. И, как я уже говорила, карта может показывать любой семейный праздник, торжество, подготовку к этому событию. Но даже если такого не намечается, все равно в ваш дом идут определенные блага. Так как это карта вашего собственного эго. По солнышку вы способны развиваться. Вы способны блистать в обществе. Вы способны начинать новые проекты. Вы можете быть в центре внимания и событий. У вас есть слушатели, у вас есть почитатели, есть те, кто вас очень уважает. И по этой карте люди, конечно же, к вам тянутся, с вами хотят сотрудничать. С вами приятно иметь дело. И вы вообще по солнышку можете быть очень яркой, всесторонне развитой личностью. В центр вашего расклада в кармические задачи выпала карта Короля Чаш. И это говорит о том, что если меня смотрят женщины, то на вашу жизнь большое влияние будет иметь мужчина. По Королю Чаш это может быть любимый, близкий человек, это может быть хороший друг, это может быть коллега, с которым вы что-то решаете по работе. Но такой человек рядышком с вами есть, с которым вы сможете вместе что-то обсудить. Но у этого человека я вижу, что есть в жизни сейчас свои какие-то сложности. Если говорить о мужчинах в весах, так как в центре все-таки выпала карта Короля Чаш, этот аркан может показывать вас собственной персоной и говорить о том, что вы очень талантливый человек. У вас может быть очень много друзей, вы попытаетесь даже в этом периоде реализовать какие-то свои творческие планы. Захочется также выделить время и на отдых, на досуг. И в какой-то момент вы себе это позволяете. Но в малом кресте вашей судьбы. Рядышком с Королем выпали две достаточно сложные карты. Одна из них это пять мечей, а вторая карта Старшего Аркана Смерти. Карта Старшего Аркана Смерти выпала в дом финансов, поэтому не стоит особо надолго расслабляться ни женщинам, ни мужчинам. Почему? Потому что здесь могут быть какие-то большие или непредвиденные траты. По смерти, конечно, нужно что-то менять или пересматривать в финансовой или в деловой сфере. Возможно, стоит выходить на какой-то новый уровень, менять цены за свои услуги, потому что явно вы по этому Аркану можете где-то недополучать. Но это могут быть и любые другие жизненные болезненные ситуации, которые требуют ваших финансов. Так как карта кармическая, она может показывать и проблему дома, рода, семьи, когда вашими деньгами нужно закрывать или решать какие-то задачи близких. В этом периоде также не стоит куда-либо вкладывать крупные суммы денег, в особенности в середине этого периода. Да и на протяжении всей этой недели я бы не рисковала, потому что всё-таки в доме финансов карта смерти, которая может говорить о том, что впоследствии из-за чего-то будете огорчаться. Эта карта параллели с пятёркой мечей, а это ещё может говорить о том, что у вас есть враги, либо завистники, кто-то считает ваши деньги, или кто-то думает о том, сколько вы зарабатываете. Но самое важное по этому аркану, что тут присутствует человеческая подлость. То есть есть кто-то, кто, возможно, обдумывает за вашей спиной какой-то план, что-то замышляет, чтобы вам каким-то образом, может быть, финансово навредить, что-то с вас поиметь, но сделать это нечестным, обманным путём. Поэтому с кем бы вы ни общались, какие бы сделки вы ни проводили на этой неделе, будьте очень внимательны. Лучше иногда не заработать, чем потерять. Может быть, даже кого-то из своего близкого окружения вы не считаете врагом, или вы кому-то слишком доверились ранее, и кто-то сейчас себя может проявить не самым лучшим образом. В обычных гаданиях, которые я делала для клиентов, у меня эта карта однажды проигралась как то, что украли из кассы большую сумму денег, а человека просто попытались сделать козлом отпущение, то есть пальцем указали на него. И в этом заговоре участвовало несколько человек, то есть это была спланированная кража. И поэтому проявляйте бдительность. Всё, что касается любой конфиденциальной информации, связанной с вашими личными счетами, карточками, стоит усилить свою безопасность, защиту, чтобы кто-то не пытался что-то взламывать, чтобы действительно воспользоваться чем-то вашим. Конечно, не забывайте о том, что расклад – это не приговор, а это возможность что-то вовремя предотвратить, потому что вы что-то знаете наперёд. И не для всех эти карты могут проиграться настолько категорично. То, что здесь есть элементарная зависть в отношении ваших успехов, это однозначно. То, что касается долгов и кредитов, те, у кого есть такие обязательства, несмотря на то, что вы можете неплохо зарабатывать, судя по всем центральным картам, есть сложности с задачей, могут быть сложности с банками или с частными лицами. Может быть, вы когда-то брали одну сумму, а сейчас набежала другая сумма, которой вы не готовы. Но по раскладу я вижу, что нужно будет отдавать, и всё-таки у вас появится какой-то выбор вариантов того, как эту проблему решить, и закрыть свои долги впоследствии вы сможете. Но сейчас сложно. Возможно, кто-то потерпел какие-то убытки или потери ранее из-за кого-то, из-за того, что вас подставили в чём-то. А сейчас, может быть, вы вынуждены за кого-то отдуваться. Поэтому в этом периоде не стоит оформлять никаких новых кредитов, не стоит ни у кого деньги одалживать, и не стоит также самому или самой давать деньги в долг. Это должно быть категорическое нет. Помимо того, что есть люди не совсем порядочные, есть во внешнем мире человек, на которого вы всё же можете рассчитывать, и об этом говорит двойка чаш. То есть есть кто-то вам достаточно преданный, это может быть даже кто-то из противоположного пола, для женщины мужчина, для мужчины женщина, но это может быть и любой человек, который пытается вам в чём-то помочь. И не исключу, что это даже может быть кто-то из вашей семьи. Но, может быть, этот человек где-то на расстоянии от вас находится. И в Большом Кресте мы также видим девятку жезлов, которая может говорить о том, что на этой неделе дают о себе знать какие-то старые, незакрытые задачи. Где-то у вас есть какие-то хвосты, которые нужно закрывать. И вот этим всем вы можете заниматься. Сама по себе эта карта может показывать любую конфронтацию, любые споры, любые нападки в отношении вас кого-то, те, кто к вам негативно настроен. И здесь вы должны отстаивать свои интересы, свою позицию. Удержать вам что-то удаётся, но, конечно, это будет вызывать ваше напряжение. Для тех, у кого есть основная работа по Королю Чаш и по всем предыдущим картам, вы сможете зарабатывать. Но сейчас мы всё-таки возьмём дополнительные карты для вас. Для тех, кто не работает, могу сразу сказать о том, что даже для вас в этом периоде могут поступать какие-то деньги. Может быть, у кого-то есть пассивный источник дохода, у кого-то может быть пенсии, или кто-то всё-таки готов из близких людей вам помочь. И вы эту помощь реально будете ощущать. Поэтому того, чтобы вы вообще были без денег, я не вижу. Но с финансами всё равно нужно что-то решать. Об этом говорит 13-й старший аркан. Для тех, кто при работе. Для вас выпала карта старшего аркана Иерафанта, одна из лучших в колоде. И, конечно, для работы замечательный аркан, потому что он говорит о стабильности, о фундаментальности, о том, что вы уже чего-то добились, в особенности мужчины. И ваш авторитет на сегодняшний день работает на вас. В вашем подчинении могут быть другие люди. Но даже если вы зависите от кого-то, у вас есть вышестоящее руководство, то вас в работе оценивают по тем качествам, которые вы проявляете. Но в любом случае это лидерские качества у мужчин весов. Если говорить о женщинах весах, то по императору это может быть мужское лицо, с которым вы связаны работой. Мы уже видели короля чаш. Скорее всего, это несколько разных мужчин. И на того, и на другого вы можете рассчитывать. И для вас это также стабильные, очень хорошие финансы. Это своевременные выплаты. И это возможность что-то улучшать в финансовой или в рабочей сфере. Поэтому здесь все неплохо. Для тех, кто в этот период вошел без работы, смотрим, что нужно знать вам. Для вас выпала восьмерка Жезлова. Эта карта говорит о том, что если меня смотрят те весы, которые работу ищут, и для вас важно трудоустройство, уже на этой неделе, скорее всего, даже в начале периода, будут какие-то хорошие новости. Судя по первым картам, вам кто-то пытается помочь с трудоустройством, но, возможно, вы и сами для себя неожиданно что-то находите. И для вас любые предложения от кого-то могут быть очень выгодными. Поэтому рассматривать их стоит. Эта карта может говорить о каких-то предложениях издалека. Может что-то делаться дистанционно посредством интернета. Возможно, кто-то свое резюме отправляет в разные учреждения. И сразу в нескольких вы можете получить положительный ответ. Для кого-то этот аркан может говорить о работе, связанной с дорогами или с расстояниями. Возможно, зарабатывать в другом городе, в другой стране. И здесь я вижу, что вы уже на поготовности. То есть вы готовы даже куда-то поехать. И, скорее всего, вас кто-то ждет. То есть вы едете не на пустое место, или у вас в руках уже есть важная информация, которую вы сможете воспользоваться. Для тех, кто на пенсии или вы по другим причинам пока не можете трудоустроиться, для вас выпала королева мечей. Эта карта, конечно, говорит о том, что сейчас есть сложности, что, да, тяжело, но в рамках закона в отношении вас могут быть осуществлены выплаты от государства. Если до сих пор у вас нет никаких льгот, субсидий, то по королеве мечей, возможно, вам стоит куда-то обратиться в госорганы, в госструктуры. И в отношении вас этот вопрос будет решен, потому что нужные документы и бумаги будут оформлены. Те, у кого сейчас что-то на рассмотрении, вашими бумагами занимаются, но, скорее всего, возникают какие-то сложности или накладки, но впоследствии все-таки процесс будет завершен для вас успешно. И королева мечей для кого-то из вас может показывать женщину-адвоката, юриста, любую чиновницу, любую женщину, исполняющую обязанности, которой вы обращаетесь за помощью. Если говорить о женщинах-весах, которые сейчас дома, вы очень много в этой жизни прошли, вы не привыкли надеяться на кого-то, вы рассчитываете во многом на себя, но именно на этой неделе вам стоит обратиться к кому-то за помощью, за поддержкой, вас непременно кто-то услышит и даже по всем вот этим картам вам будет вести. Ну а теперь перейдем в вашу личную жизнь, в начале к нашим семейным парам. Заглянем в гости и у наших семейных пар мы наблюдаем девять жезлов и пятерку мечей. Это говорит о том, что отношения в паре не очень. Вы оба ополчены, есть недоверие. Если говорить лично о вас, вы в постоянной боевой готовности, потому что ожидаете того, что вот-вот партнер или партнерша будет идти к вам с какими-то претензиями. Ваша вторая половина с вами может вести какую-то двойную игру. Подсознательно я вижу, что у вас есть недоверие к вашей второй половине, но даже если вы начнете выяснять отношения, ваша вторая половина может обвинять в чем-то вас, будучи виновной. Поэтому здесь могут возникать конфликты. Вы считаете, что ваша вторая половина в чем-то проявляет или беспечность, или несерьезность, или легкомыслие, и вас тоже это может напрягать. Конечно, в любых отношениях очень многое зависит от двоих партнеров, но конкретно в вашем случае здесь все-таки в большей степени сейчас что-то зависит именно от действий мужчины или от поступков мужчины, нежели от действий женщины. Я не вижу того, чтобы вы сейчас расстались, чтобы вы разбежались, но отношения могут достигать критической точки. Тут может быть еще и такое, что кто-то со стороны вашей второй половины либо пытается вмешаться в вашу семью, либо в ваши отношения. Вас могут пытаться рассорить, настроить друг против друга. И в вашем случае, в случае вашего партнера важно на это не вестись. Ну а теперь посмотрим, что ждет наших свободных весов. Для свободных выпала карта Пажа Мечей, Десятки Мечей и карта Старшего Аркана Шута. Две первые карты Мечей достаточно болезненные, и они говорят о том, что вы сейчас больше думаете не о любви. По этим картам я вижу нервы, я вижу боль. Возможно, вас кто-то ранее предал, или даже если вы сейчас с кем-то встречаетесь, может быть такое, что вы расстанетесь, потому что вы не увидите никаких серьезных намерений со стороны того человека, который рядышком. Плюс у этого человека есть какие-то свои сложности. Те, у кого есть дети от прошлых отношений. Вот в вашем случае это является помехой. Потому что ни вы не захотите, чтобы рядом с вами был человек, у которого есть дети или ребенок, не потому что вы не любите детей, а потому что тут может быть ситуация такова, что вас, дети того человека, не будут принимать, в особенности, если дети взрослые. Даже если рядышком с вами будет человек, у которого нет детей, но у вас есть собственные, будут несостыковки в характерах с вашим ребенком. Поэтому даже если вы с кем-то встречаетесь, не стоит кому-то что-то обещать. Вы можете просто встречаться, вы можете непринужденно проводить время, не требуя друг от друга чего-то большего. В таком случае отношения могут развиваться. Но я вижу, что все-таки в вашей жизни еще будет выбор. То есть это не последний и не единственный человек в вашей судьбе, даже если вы сейчас с кем-то и встречаетесь. А то, что касается прошлых отношений, вам нужно постараться обнулить свою память, хотя легко сказать, но сложно сделать, потому что в тех отношениях очень много пережито. И вы перестали доверять. Даже тогда, когда в вашей жизни появляется кто-то нормальный, вы уже боитесь сделать опрометчивый шаг. Но одинокими я вас точно не вижу, потому что даже в скрытых факторах выпала карта влюбленных, выпала карта тройки жезлов рядышком, что и может говорить о наличии треугольников или того, что у вас еще будет выбор. Поэтому у вас еще все впереди, тем более, что закрывает расклад карта колеса фортуны, и она выпала рядышком с картой влюбленных. Поэтому в личной жизни многое будет обновляться и для тех, кто встречается, и для тех, кто не встречается вообще, потому что вас еще ждут новые знакомства, новые эмоции. Но что интересно для наших свободных весов, тут, может быть, сейчас не совсем везет в любви, но может повезти с каким-то новым проектом. Возможно, в вашей голове есть какая-то мысль, какая-то важная идея, на которую вы делаете огромные ставки, то есть вы хотите что-то развить, и для вас важно, чтобы получилось. Что-то новое связано с определенным риском, но вы в азарте, вам хочется попробовать, вам хочется начать, вам хочется рискнуть. И рискнувши вы не прогадаете. То есть какие-то новые проекты принесут действительно хорошие плоды и результаты, и вам будет вести на начальном этапе, потому что к вам будет притягиваться и нужная информация, и люди, и что-то будет меняться так, как нужно вам. В вашем раскладе выпало две десятки, даже три. Мы видим 10 мечей, мы видим карту старшего аркана колеса фортуны, тоже под номером 10, и в углу расклада мы также видим 10 жезлов в скрытых факторах. Это все говорит об обновлениях, о том, что какой-то старый период вашей жизни или болезненный период завершается, и в вашу жизнь входят новые возможности, наполненные смыслом. И для кого-то даже эти выходные будут очень интересными, насыщенными, наполненными, независимо, где вы будете находиться, дома или вне дома, тут происходит что-то для вас важное. Уже что-то меняется, может быть, в вашей голове тоже что-то меняется, потому что появляются и новые мысли, и новые идеи. Сама по себе карта дорожная, поэтому она может говорить и о том, что, может быть, кто-то из вас захочет куда-то поехать, с кем-то встретиться, с кем-то пообщаться, но даже будучи дома, посредством интернета, вы это тоже можете легко сделать. Этот аркан говорит о том, что вам не стоит выходные планировать заранее. Пусть всё идёт так, как идёт. Но выходными днями и результатами этой недели, как ни странно, несмотря на то, что мы в раскладе видели сложные карты в Доме финанса, мы видели пять мечей, мы видели девять жезлов, мы видели десять мечей, результатами этого периода вы будете довольны, потому что вы будете ощущать, что что-то меняется. У вас откуда-то появляется азарт, у вас откуда-то появляются силы, и вы к этим переменам абсолютно готовы. Активность. В скрытых факторах мы видим карту старшего аркана влюблённых, тройки жезлов и десятки жезлов. Две карты огня рядышком с влюблёнными говорят о том, что у вас ещё могут быть какие-то страсти в личной жизни, и те, кто в состоянии треугольника, вы ещё будете перед выбором, но, а те, кто свободен, я уже говорила о том, что вы ещё с кем-то будете знакомиться, но вам всё равно тяжело как будто бы будет определиться в своём выборе. В то же время, помимо любовных отношений, могут рассматриваться какие-то или решаться серьёзные важные задачи, связанные с карьерой и работой, потому что я вижу, что вы постоянно ждёте обратной связи откуда-то издалека, может быть, вы с кем-то переписываетесь или общаетесь дистанционно, вы показаны как человек командный, который умеет со многими договориться, и к вам может стекаться разная информация. По этим арканам вы можете совмещать сразу несколько дел или несколько проектов, может даже накапливаться усталость, но вы на неё не будете обращать внимания, потому что вы полностью будете увлечены для вас интересным процессом, и это приводит к хорошему результату. Это карты, которые говорят о событиях, которые войдут в вашу жизнь уже через неделю, но, по крайней мере, мы здесь видим ни одного негативного аркана. Смотрим также, что в дополнительном совете или в форс-мажоре. На форс-мажор для вас выпала четвёрка жезлов, карта семейного торжества и праздника, карта может показывать просто заслуженный отдых после трудов, то есть если вы хорошо потрудитесь и захотите отдохнуть, после этого никто вам не запретит. Возможно, вас кто-то куда-то неожиданно пригласит, и вы также мило пообщаетесь и мило проведёте время. Не случайно в начале расклада мы говорили о подарочках или о знаках внимания. То, что касается дома семьи, по этому аркану в доме что-то может стабилизироваться, даже если сейчас не очень где-то что-то в отношениях. Ну а для тех, кто абсолютно свободен, четвёрка жезлов говорит о семье и рядышком карта солнышка. Вы ещё можете быть в паре в очень счастливых отношениях. Смотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала девятка чаш. Конечно, это карта радости, это карта сбывшихся надежд и того, что вы свою радость с кем-то ещё разделите. Мы здесь видим совершенно умилённую личность, беззаботную и счастливую в окружении множества кубков. В отношении вашего вопроса вам также будет вести и ещё вас кто-то будет поддерживать. Есть для вас близкий человек. Если вопрос задавался в отношении любовной темы, прекрасный аркан, потому что вас любят. Но даже если вопрос касался чего-то серьёзного, работы, финансов, сотрудничества с кем-либо, тоже замечательный аркан, тут всё получится. И давайте возьмём ещё несколько дополнительных карт из Иракула Ленорман, спросим, что ещё вам нужно знать на самое-самое ближайшее время. Мы видим карту туч, карту часов и карту букета. Скорее всего, я так полагаю, что прошлая неделя у вас закончилась какими-то нервами или на прошлой неделе были нервные, нестандартные ситуации, но уже что-то начинает меняться, ситуация меняется, какие-то проблемы как пришли, так и уходят. Я вижу, что вам нужно поспешить с какой-то встречей или с каким-то договором. Если говорить о женщинах, то что-то здесь связано с мужчиной, может быть, это человек официальное лицо, либо человек, от которого зависят какие-то ваши договорённости. И здесь я вижу также других людей, которые влияют на ваш вопрос, но здесь всё должно быть хорошо, потому что радость будет. И карта гадания для вас выпала на завершение, которая говорит о том, что всё, что вы услышали, верно. И вы, скорее всего, сможете в этом убедиться. Также эта карта, как совет дополнительный, может говорить о том, что если вы до сих пор в чём-то сомневаетесь или не уверены, вам стоит всё-таки обратиться за помощью, за консультацией, и вы получите для себя исчерпывающую информацию. Может быть, кто-то сам увлекается картами или астрологией, или ещё какими-то тайными практиками, и у вас могут быть друзья, близкие вам по интересам, и, может быть, вы с кем-то в общем кругу что-то обсуждаете. Уважаемые весы, всем замечательной недели, всем прекрасного настроения, благодарю вас за просмотры, подписывайтесь, те, кто не подписан, оставляйте обратные комментарии, всех вам благ, и я вас жду в следующих видеопрогнозах. Всем до свидания.